давно хотелось в настоящий круиз но некоторых пугала качка других цена смокинг коктейль с капитаном и прочий пафос но прочитав рекламную рассылку был поражен ценой и описанием круиза решаемся итоговая цена за недельный круиз на плавучем четырехзвездном отеле все включено на двоих в каюте с иллюминатором 84000 тогда это было 1300 евро дополнительно только перелет и экскурсии можно было еще сэкономить если покупать непосредственно у круизеров находим отличный рейс air baltic петербург-барселона и обратно через ригу с часовой стыковкой вкусными обедами с вином и выбором мест стоил 33 тысячи на метро прямо из аэропорта барселоны попадаем на набережную колумба далее можно пешком или на спецавтобусах до терминала погуляв в очередной раз вокруг памятника колумбу делаем открытие внутри в цоколе отличный винный бар а на смотровую площадку поднимает узкий лифт в предыдущих визиты в барселону считали ну просто колонна заселение 2852 пассажиров и 840 членов экипажа процесс долгий и непростой все говорят на разных языках в общем но и в ковчег отдыхает постепенно все на борту найти свою каюту на 12 палубном монстре тоже приключение получаем корабельную карту на все случаи жизни она платежное средство для разных услуг вне пакета типа спа и казино и временный паспорт а также ключ от каюты обязательные чаевые по 10 евро в день спишут сразу за весь круиз как пополните карту лучше налом так как с привязанной банковской карты очень долго возвращают сдачу а наличку отдают при последнем сходе с лайнера круизная компания pulmon tour входила в состав royal caribbean и была лоукостром было так как не пережила пандемию сейчас идет процедура банкротства тогда было очень здорово все демократично и хорошо организовано и так что прямо по курсу после ужина выход из барселоны следующий день в море утром приходим в неапы затем брит пор чирктаеки потом порт ливорна с выходом во флоренцию далее ниц и монако стоянка на якоре у вильфранш сумер порт и город тулон и возвращение в барселону каждый в каждый порт заход утром после завтрака сход на берег и осмотр нового города кстати многие не впервые в этом круизе развлекаются на борту всегда из программы вечером 19.30 на борт и в 21 час отход в следующую локацию а 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 Экскурсовода, которая встретила нас у причала и два часа выгуливала по городу. Это наш первый подобный опыт. Вполне успешно, так как быстро погрузиться в такой неряшливый, взбалмошный город самостоятельно трудно. Заканчиваем экскурсию в Костель-дель-Ова, замок яйца. Якобы яйцо-амулет, как символ жизни, там спрятал Вергилий. Благодарим нашу ГИД, 50, кажется, евро, и остаемся замерзшими и голодными подле замка. В маленьком кафе на берегу залива с видом на Везувий отогреваемся отличной граппой под осьминога в острых томатах. У нас тогда случилась 35-я годовщина свадьбы. Ужин и ночной переход из Неаполя до Чавиктовекия был зажигателем. Множество баров и шоу развлекали уставших туристов до утра. Чавиктовекия Город в центральной Италии на Терренском море, 80 километров от столицы и является морским портом Рима. Городок при порте известен со времен этрусков и встречает нас с отличной погодой. Но делать там особенно нечего. Разве что осмотреть крепость недалеко от причала, на котором выстраивается вереница экскурсионных автобусов. У нас свой маршрут на скоростной электричке, едем в Рим, потом катаемся на хоп-он-хоп-оф автобусе с русским аудиогидом, затем гуляем по вечному, как говорится, городу. Моя сверхзадача – посмотреть знаменитый фонтан Триви. Самый крупный фонтан Рима высотой 26 и шириной 50 метров. Фонтан построен в 1732-1762 годах по проекту архитектора Николы Сальви. Название происходит от латинского «Trivium» – «пересечение трех дорог». В общем, это было исправление ошибок, так как в 2007 году мы были в Риме три дня. Но на вечерней автобусной экскурсии я длинно моргнул, и туристы уже вернулись в автобус. А больше как-то не случилось. На этот раз все замечательно. Пора на борт. Вечером выход в море. Курс на Леорне. Вечер и ночь проходят на лайнере отлично. Каждому свое. Кто спит, кто танцует, кто выпивает под музыку. Некоторые бегают по палубе. Все в меру истинно. Прибытие в порт Леорне. Подчеркну. На лайнере близко к трем тысячам пассажирам. Русскоговорящих было человек десять. Хотя был инструктаж на русском, но все экскурсии испаны и итальяно-английские. Немцев, голландцев и прочих это не смущает. Языками владеют. Поэтому мы сами на себе. В Леорне множество необычных городских скульптур или арт-объектов. Город старинный и интересный, но сонный. Отсюда все во Флоренцию. Мы там были. Хочется нового. Сидит прямо на большом. Друзья восхищались Лукой. Едем туда. Было приключение с дальнемагистральным поездом, в который мы сели. Он задержался и стыковка в Пизе пропала. Кондуктор посоветовал нам пересесть на электричку. Скачем по переходам, рельсам, прыгаем в тамбру. Вау! Мы в Луке. Городе-крепости. Замечательный средневековый город с современными студентами. Восхитительным утром швартуемся на лазурном берегу Франции. Ницца, Канны, Сантропе, Монако. Вот это все. Бухта у городка Вильфранш-Сюрмер. Мы пропустили объявление по-бусурмански. Надо было с вечера записаться в очередь на катер. Мы пропустили и теряем несколько часов, заполняя себя шампанским. Запасы его кажутся беспредельными. Обычно объявляли порядок выхода. Палуба и номер выхода. Все довольно быстро. Со сканированием карты пассажиров. А здесь стоянка на якоре. Почти 3000 человек надо отправить на катерах на берег и вернуться обратно. Также сканируя, проверяя рамками и прочим досмотром. Конец мы на берегу. Главная дилемма. Ницца или Монако? Первая ближе, вторая дальше. Но помню прискуску своего старинного друга. На память о совместном пребывании в Монте-Карло. Это, если кто не понял, шутка о совершенно фантастической подписи на советской фотографии. Первым приходит автобус в Монако. Исправляем наш лайнер «Повелитель морей» на рейде. Сбылась мечта идиота. Кратко посмотреть на шикарную жизнь в Монако. Точнее, в Монте-Карло. Времени очень мало. Буквально несколько часов. Чуть более 10 километров. И мы в загадочном и богатом княжестве Монако. Кроме барочных и арт-нувошных фасадов, множество тонких на вид хрущоб, карабкающихся по скалам. Но хрущобы с шикарным видом на бухту, с дорогущими яхтами. Добираемся до глав казино. Кругом красота. Пока мы восторгались видами, бухту заполнил плотный туман. Облака буквально осели на скалах. Вокруг очень богатая жизнь. Дорогая публика выгуливает собачек, сидит в кафе с огромными бокалами. Офисные клерки в костюмах и галстуках едут на велосипедах. Хочется прикоснуться к элите, но нет времени и жабу не снять с шеи. На кафе нет времени. Ни музыки, ни сил. Быстро покупаем розового венца с отлично упакованными закусками. Любуемся на яхты и смотрим на часы. Лайнер не ждет никого, а мы прилежные туристы. Дорога по лазурному побережью восхищает. На горизонте виден наш лайнер. Не молод, но хорош. Второй раз восхищаемся дорогами. Красивые особняки на скалах и море. Очень здорово бы где-нибудь остановиться, но круиз не ждет. Играет музыка. Играет музыка. Садимся на тентр. Это корабельный катер. И вот мы у нашего красавца. Отличный ужин и бурное шоу в корабельном театре с последующими коктейлями. Тулон основан финикийцами. И здесь главная база ВМФ Франции. До центра города мы доехали до автобуса. Зря. На катере чуть дороже, но быстрее и позитивнее. Точки отправления недалеко. Исторический центр небольшой и ведутся реставрационные работы по всей округе. Видно, он будет больше. Город по-настоящему морской. Кроме базы и заводов видна моряцкая жизнь. Чему радуемся в кафе. Медий в томатах со специей и прочее. Подбелое, а холодное, а сухое. Возвращаемся на порт. На время перехода рассматриваем два очень впечатляющих корабля. Это Мистрали. Десантный вертолетоносцы, построенный для России. После Крыма контракт расторгли. Все понесли потери. Все. Последний ночной переход до Барселоны. Немного гуляем. Вечером вылет в Ригу. И в 0.45 мы в Петербурге. И так это был отличный лоукустер Куиз, который остался с нами навсегда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова